9 декабря международный день борьбы с коррупцией. По данным ООН, мировая экономика ежегодно теряет 2,6 трлн долларов в связи с коррупционной деятельностью. А это свыше 5% глобального ВВП. Поэтому в этот день во многих странах мира проходят различные мероприятия, приуроченные к дате. Каждый раз они посвящены определенной теме. В столице состоялся форум на тему антикоррупционной реформы в республике Узбекистан. Достижения и приоритеты. Участники встречи были проинформированы о проделанной в текущем году работе по противодействию коррупции, а также о проектах, проводимых в сотрудничестве с международными и региональными организациями. Сегодня в наличии у нас есть уже несколько проектов законов. Это определение правовых основ агентства. Это также вопросы разработки и внесения проекта закона о декларации доходов и конфликте интересов. И также такой немаловажный вопрос, как антикоррупционная экспертиза. Мы получили ряд заключений, ряд предложений по этим проектам законов от международных экспертов, которые тоже были отражены в долговом варианте. На свой день эти проекты законов находятся на согласовании. Надеемся, что в ближайшем будущем эти законы будут приняты. Особое внимание было уделено конкретным мерам, принимаемым в рамках совместного проекта Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Агентства по противодействию коррупции и программы развития ООН. Министерство юстиции внедрило экономно-коммуникационные системы для оказания государственных услуг, нотариальных услуг. Обеспечена прозрачность приема на работу сотрудников в органы учреждений юстиции, которые расстраиваются в онлайн-режиме. В Министерстве юстиции также создан отдел противодействия коррупции, который именно мониторит всю систему и анализирует риски, приводящие к коррупционным действиям. В связи с Международным днём борьбы с коррупцией также были подведены итоги антикоррупционной недели. С 24 ноября по 9 декабря было проведено более 20 крупных мероприятий, объединивших тысячи участников, в том числе около 50 международных экспертов. В рамках недели были организованы международные конференции, онлайн-опрос, посвященные противодействию коррупции. Проведён День открытых дверей в Законодательной палате Оли Маджлиса, ряда министерств и ведомств. Были подписаны меморандумы о сотрудничестве. Состоялось торжественное награждение победителей конкурса под названием «Победим коррупцию вместе». В рамках антикоррупционной недели проведены конкурсы по 8 номинациям. Цель – формировать у общества нетерпимое отношение к коррупции, активизировать взаимодействие государственных органов, в том числе агентства, с институтами гражданского общества. Были выявлены лауреаты по таким номинациям, как «Лучший социальный видеоролик», «Лучшее журналистское расследование», «Лучшее сочинение», а также «Лучшее изобразительное произведение и графический дизайн». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!